привет это видео формате 360 градусов то есть виртуальная реальность ссылка на видео о том как смотреть такие ролики будет в описании петербург это город дворцов и музеев очень многие приезжая сюда отправляются в эрмитаж и кунсткамеру желает прогуляться по невском проспекту но многие из тех кто здесь уже был не один раз и в том числе и сами петербуржцы предпочитают совсем иного рода достопримечательности как бы изнанку питера неформальные его достопримечательности мы решили вновь показать вам питерские дворы но показать таким образом чтобы вы могли посмотреть сами не куда камера смотрит а именно позираться по сторонам посмотреть например вверх на небо и так далее и многие из этих дворов являются настоящими жемчужинами но они спрятаны от посторонних глаз и многие даже жители петербурга не догадываются о том что такое в городе существует и кто бы мог подумать что например за такими домами есть настоящий шедевр архитектуры мы же прежде всего хотим поблагодарить нашего подписчика юрия благодаря которому нам удалось попасть по двор дома на гребцова 11 старинных петербургских особняков посмотреть у юрия кстати тоже есть свой канал на ютюбе который посвящен полетом полетом на коптере ссылка на его канал будет в описании а мы отправляемся даже очень многие из тех кто здесь регулярно бывает проходит мимо или может быть даже живет либо работает не знают о том что здесь во дворах на гребцова есть такое чудо настоящий старинный особняк который принял одному из старейших родов россии демидовом хотя это действительно так вот старый особняк достаточно такой заброшенный правда состояние состояние нас очень красивой изящной лестницей спрятан здесь и выходит своим парадным фасадом сад это конечно очень странно потому что обычно богатые люди старались выстроить свои богатства на показ чтобы их все видели вот я построил для себя дом замок я не знаю дворец пусть все видят тем более что если например до эпохи петра люди старались строить свои дома таким образом чтобы они были как бы утоплены в глубь сада а на улицу выходи выходил как раз таки либо сад либо какие-то хозяйственные постройки то петр четко приказал строить дома фасадами на реку а уже сады и хозяйственные постройки должны быть это там утоплены сзади этот особняк построен середине 18 века поэтому это конечно очень и очень странно демидовы были действительно одним из богатейших родов в россии и тем не менее истории их рода начинают начинается с того что их предок демид антуфьев приехал в тулов для того чтобы заняться кузнечным ремеслом ремеслом уже его сын никита демидович владел в туле оружейной фабрикой и чугунно-плавильным заводом говорят что петр первый вот заметил после того как никита починил немецкий пистолет изготовил точно его копию либо по другой версии он изготовил по заказу петра 300 ружей по иностранному образцу другие оружейники не стали выполнять этот заказ а он это сделал и после этого он стал главным поставщиком оружие во время северной войны он при этом сильно демпинговал его цены на его ружье были чуть ли не в два раза меньше чем у других при этом ничуть не уступали по качеству они соответствовали например и иностранным ружьем и в 1702 году петр отдал ему казенные уральские заводы и никита он очень сильно расширил производством очень быстро расплатился с казной потому что конечно то ему не подарили расплатился с казной и на же нажил такое состояние что очень многие его потомки жили потом долгие долгие годы безбедно ну а петр также даровал ему дворянское звание ну и появилась собственно говоря сама фамилия демидовы никита стал первым из демидовых ну а данный особняк я сказала появился в середине 18 века конкретно в 1755 59 годах он был построен предположительно по проекту совы чувакинского это ученик знаменитого растрелли на самом деле мы точно не можем сказать как это или нет кто автор этого особняка то есть он настолько загадочный что его во первых многие даже не знают его существования во вторых мы не знаем то есть толком его автора особенности это интересные можно на фасаде увидеть такие барельефы маски говорят что здесь изображены представители семейства демидовых и если основатель династии никита демидов он работал преимущественно на урале то есть постоянно расширял производству да вот что-то пытался сделать чтобы нажить богатство то его потомки его внуки они жили преимущественно уже в санкт-петербурге и прославились своим мотовством и чудачествами ну вот например кстати говоря на что касается этого особняка он был построен уже при внуке никита демидова григорий акинфеевича который в том числе помогал простым людям и после пожара в кунсткамере именно он нам предложил разместить библиотеку кунсткамеры у себя в доме но правда не в этом этого дома партов на тот момент еще не был это был 1747 год вот но тем не менее нет не только деньги тратили тем не менее любили они также и какие-то инженерные новшества и например здесь в их особняке есть две таких очень интересных детали во первых вот прямо напротив меня с положенной стороны там находится 1 в россии кегельбан земляным полом там одна дорожка на 9 кеглей он сохранился и здесь же есть вот такая вот очень красивая необычная лестница она чугунная полностью чугуна вот сами перила тоже чугунная при том что тогда в середине 18 века в основном старались строить такие лестницы из дерева какой-то степени может быть даже и многие подумают что она деревянная но вот это не так она бы просто не сохранилась и не дошла бы до нашего времени и конечно для той эпохи это было безумно дорого но демидовы могли себе это позволить тем более что они были владельцы владельцами металлургических заводов это даже была скорее реклама их промышленности просто-напросто но очень странно то что реклама их промышленности она выходит она находится внутри двора то есть ее никто не видит такая странная получается реклама не для всех только для самих себя и может быть близких каких-то гостей в этом особняке выросло не одно поколение демидовых последний из хозяев этого дома из демидовых он умер в 1870 году а еще ранее в 1830 здесь разместился английский клуб здесь играли в карты здесь бывал пушкин например но еще спустя 30 лет здесь же разместилась и консерватория да то есть здесь были классы здесь через будущие музыканты в советский период здесь строились атомные ледоколы здесь было конструкторское бюро ну соответственно нам сохранился до нас зашел только скажем фасад этого здания внутри там уже немножко все более грустно выглядит более так как то по советскому ну вот такой вот любопытный творик здесь этой точке гораздо лучше виден кегельбан как раз таки и мы оказались в саду это яблоневый сад прямо с билетажа можно было выйти по этой лесенке чудесной в этот сад прогуляться здесь здесь достаточно тихо и можно поесть яблоках которые до сих пор здесь растут это уже конечно не первое поколение но вот можно их пособирать очень вкусные яблочки конечно надо мыть и вот такой замечательный особняк мы двигаемся дальше дом по адресу 4 линии васильевского острова 5 вот этот дом занимает территорию аж двух старинных участков в конце 18 века там где находится угловая часть думать если располагался дома где была самая одна из самых первых частных типографий в петербурге и в дальнейшем этот дом был связан как раз вот с издательским делом здесь располагалась например издательство художественной газеты которая так и называлась на латышском языке тоже печатали газеты а вот соседний участок правее свое время принадлежал им дом на нем принадлежал учитель литературе при благородном пансионе ну вот такие были учителя литературы в девятнадцатом веке фамилия была пенинский он заменил вильгельма кюхельбекера на его место пришел и поскольку ученики благородного пансиона очень любили кюхельбекера то они сорвали пенинскому урок за что потом все вместе дружно были отчислены из пансиона и в числе вот этих вот отчисленных зачинщиков кстати был и лев сергеевич пушкин брат знаменитого поэта но вообще владельцы этого дома были достаточно любопытны например до пенинского домом владел вальтер скотт а после пенинского шиллер но при этом вальтер скотт был столяром а шиллер и вовсе женщиной звали ее вильгельмина давыдовна ну а в 1870 этот дом был приобретен крупным заводчиком кёнигом который решил построить очень большой красивый хороший дом и для этого устроил архитектурный конкурс конкурс проектов и выиграл этот конкурс архитектор рахау который славился тем что устроил в основном особняки но вот тем не менее он же построил и вот этот дом самом начале 20 века с 1904 по 1906 год в этом доме проживал живописец рейх со своей семьей здесь в октябре 1904 года у них родился второй сын святослав и сюда же нередко приходил и в рубль за чаем они обсуждали в будущие сюжеты будущих картин но не этим знаменит дом по 4 линии васильевского острова а тем что внутри него находится один из самых маленьких и самых известных в петербурге дворов это так называемый духов двор по сути своей это просто световой колодок двор который соединяет просто напросто два корпуса здания и такие дворы специально строитель строили для того чтобы те помещения которые выходили окнами не на улицу и даже небольшой двор а вот они находились внутри здания чтобы в них попадал хоть какой-то свет ну сильно какой-то свет попадает хотя конечно может быть не так уж и много толку от таких дворов но жители города придумали ему совершенно другое назначение его не случайно называют духов двор считается что если вы попадете в такой двор то вы можете загадать здесь желание для этого нужно поднять голову кверху посмотреть на небо сквозь есть там будет решетка например или сквозь перекрытие и загадать желание говорят однажды так сделала светлана сурганова когда во время съемок одной из передач она случайно попала в этот двор подняла голову кверху загадала желание и что удивительно она действительно сбылось и потом стали делать также также и другие жители города попасть в этот двор не так просто нужно его сначала найти очень многие например даже в социальных сетях пишут или где-то в комментариях в интернете как же найти духов двор на самом деле если постараться найти его можно как говорят он открыт лишь избранным ну просто нужно проявить терпение настойчивость и вы найдете говорить о том где он точно находится по примете нельзя считается что это плохая примета такая но если захотите вы с одной стороны можете найти этот двор а с другой стороны можете прямо сейчас поднять верху телефон посмотреть на небо и загадать желание следующий дом является с одной стороны памятником архитектуры и человеческой изобретательности а с другой стороны это памятник просто напросто человеческой жадности это двор дома кольцо который находится внутри другого двора другого дома все очень сложно хотя на самом деле просто восемнадцатом веке на пересечении набережной фонтанки и гороховой улице был построен дом необычной формы такой вот дугой и он являлся частью ансамбля предмостной площади у нас на фонтанке несколько таких домов вот именно дугой и они вот таким образом два дома друг напротив друга оформляют площади возле мостов и в 1820 годы этот дом был куплен братьями устиновыми это прапорщики лебвардии семеновского полка и соответственно внутри их дома оказался двор необычной неправильной неудобной формы который не приносил доход а хотелось бы побольше дохода извлечь и они решили построить здесь внутри двора еще один доходный дом ну вот все все собственно говоря от жадности но построить его нужно было таким образом чтобы этот дом не заслонял свет жителям соседних соседнего дома при этом чтобы внутри него был тоже двор и чтобы дом был просто красивым и удобным хотя зачем внутри внутри двора там красивый удобный дом удобный понятно и эту задачу поручили архитектору иосифу шарлемане и он с ней прекрасно справился он построил круглый дом и фактически на сто лет опередил свое время потому что ну такая форма она больше может быть даже для конструктивизма свойственно форма необычная это самый первый круглый дом самый старый круглый год на круглый дом санкт-петербурге дом трех этажный на первом этаже располагались каретные сараи снаружи есть такие большие ворота соответственно а второй и третий этаж там располагались квартиры которые сдавались наем за деньги квартиры эти были все с анфилатным устройством при этом внутри двора проходит коридор и от него радиальном так вот расходятся маленькие комнатки комнаты здесь очень маленькие и они стоили соответственно недорого здесь были достаточно дешевые квартиры и как доказательство одним из первых то сюда въехал в 1827 году были пушкины родители александра сегеевича и его старшая сестра ольга соответственно и пушкин тоже здесь бывал неоднократно хотя на самом деле он не очень часто жаловал своим посещением родителей ну и как раз вот я говорю что пушкины они никогда не жили в достатке всегда старались выбирать районы подешевле ну опять же здесь рядом находятся проспект под названием загородный да то есть она тоже говорит само за себя здесь во дворе двое ворот они друг напротив друга симметрично располагаются и всего лишь две парадных раз и два в каждой парадной по четыре квартиры и того всего в доме 8 квартир недорогих квартир поэтому в общем-то особенно большого дохода этот дом у братьям устину не принес к сожалению в настоящее время на первом этаже где были конюшни сейчас располагаются офисы различные студии второй и третий этаж частично расселены но не полностью здесь до сих пор есть жилые квартиры в том числе и коммунальные а может сюда пришли для того чтобы загадать желание для этого нужно поднять голову вверху и загадать его кстати здесь и очень хорошая акустика в этом доме для этого нужно хлопнуть ну я не знаю слышно не слышно очередной современный дворик находится на улице итальянской отсюда его название итальянский дворик ну и соответственно выбор тематики оформления двора адрес итальянская дом 29 это в прошлом чередой доходный дом в котором в 1920 года разместился союз пролетарских писателей и в том числе здесь жил друг есенина поэт илья садовьев у которого есенин в ноябре 1925 года читал своего черного человека ну в общем то незадолго до своей смерти ну а в 2013 году этот дворик жители дома решили оформить таким образом чтобы здесь было светло красиво и уютно но им это явно удалось дворик светлый здесь большой красивый колизей амфитеатр славе флавиев очень много зелени вот такой вот на месте по стенам дома каких-то еще украшений да вот такие клумбы большие красивые к сожалению когда художники это двор расписали в 2013 году они это забыли согласовать с администрации района поэтому возникла проблема двор велено было закрасить и вернуть все как было но жители дома все-таки отстояли право жить в италии и поэтому дворик сохранился он действительно очень живописный красивый светлый сюда очень часто приходят молодожены чтобы сфотографироваться ну пытали ехать далеко можно сфотографироваться на фоне колизея прямо здесь ну а на этом у меня все я с вами прощаюсь вы подписывайтесь конечно на грибанал пока